Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока СССР в 1953-1956 годах. 5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин. Человек, который на протяжении 20 с лишним лет, 21 можно сказать год, возглавлял фактически Советский Союз, возглавлял партию. Человек, который сделал очень много в нашей истории и об оценках роли которого мы поговорим немножко ниже. Разные версии смерти высказывались и высказываются историками. Официальная точка зрения понятна. Иосиф Виссарионович умер своей смертью. За несколько дней до этого, 1 марта, его разбил удар. И после этого, фактически от инсульта, он умер. Это официальная точка зрения. И врачи не смогли ему помочь. Тем более, что его охрана немножко запоздала с помощью и так далее. Ну, в общем-то, эта точка зрения во всех учебниках, скорее всего, она недалека от истины. С одной стороны. С другой стороны, есть ряд историков, публицистов и так далее, доказывающих, что все было не так просто. Дело в том, что, конечно, были люди, в том числе и в окружении вождя, которые были заинтересованы в том, чтобы его, наконец, не стало. Они могли опасаться репрессий. Они могли опасаться того, что потеряют власть, влияние, что в те годы могло означать не только устранение от должности, но и физическую смерть. Ну, и вторая версия, что Сталину не помогли, то есть, фактически убили тем, что не оказали вовремя медицинскую помощь. Эта версия довольно популярна, но в том числе и среди западных историков. Ну, и, наконец, третья версия, что Сталина убили. Убили, в частности, ну, то есть, целенаправленно, хладнокровно. В пользу этой версии говорит, как ни странно, знаменитое дело врачей. В конце 52-го года, в начале 53-го, начинает раскручиваться знаменитое, печально знаменитое дело врачей, когда всех врачей во главе с профессором Виноградовым, ну, высших, имеется в виду, тех врачей, кто лечил кремлевскую верхушку и лично Сталина, обвинили в том, что они, ну, по терминологии того времени, врачи-убийцы, пытались устранить вождя, залечить наших высших руководителей и так далее, и так далее, и так далее. Сразу же, как только в январе 53-го года врачей поменяли, в ряде западных изданий были опубликованы такие предсказания, что Сталину жить осталось недолго, что он не проживет и двух месяцев, ну, и, в общем, так оно по большому счету и случилось. Версия убийства тоже есть, ну, и довольно серьезные историки некоторые, ну, я уж не говорю о публицистике, доказывают, что это было вполне возможно. Почему соратники, товарищи по партии, пускай они и побаивались, конечно, тирана, но, тем не менее, многие из них были рядом со Сталином 20, 25, 30 лет, вдруг решили отправить на тот свет вождя или вдруг решили не помочь ему в критический момент. Ну, основания определенные были. Дело в том, что в 52-м году состоялся очередной, вернее, не совсем, конечно, очередной, потому что предыдущего съезда партии не было 13 лет. Ну, вот, наконец, спустя 13 лет съезд партии собрался. 19-й съезд партии, на котором сам Сталин не выступал. Доклад делал Маленков, что в партийной иерархии означает, что Сталин видит своим наследником именно Маленкова. Но это еще не все. Именно в этот период возвышается Никита Сергеевич Хрущев. Его позиции в партии и без того достаточно серьезные увеличиваются. Ну, а главное, кроме старых проверенных бойцов Молотов, Каганович, Маленков, Берия, высшие партийные эшелоны, оказывается, привлечены и новые фигуры. Ну, например, Пономаренко, который в годы войны возглавлялся каком партии Белоруссии, ну и ряд других фигур. Испугались соратники. Возможно, решили, что Сталин замыслил новую чистку. Ну, тем более, что косвенные, да и не очень косвенные, в общем-то, улики были. Была арестована супруга Молотова. Ворошилов попал в опалу. Каганович боялся опалы. И вроде бы Сталин даже ему где-то там угрожал. Ну, и вот одна из версий заключается в том, что именно эти люди решили отстранить Иосифа Сергеевича от власти. Другая версия винит во всем Лаврентия Павловича Берия. Эта версия даже была, ну, такой полуофициальной в те годы, когда у власти был Никита Сергеевич Хрущев. И многие грехи, вымышленные или реальные, очень часто тоже приписывались Берия. Что Берия, опасавшийся, что хозяин, глава государства, перестал ему доверять. Обратил внимание на то, что в службах охраны безопасности слишком много людей мингрельской национальности. А Берия был мингрелом. Отдал Абакумову, министру госбезопасности, приказ искать большого мингрела. Ну, и вроде бы позиции Берия пошатнулись. И, соответственно, именно спецслужбы, с помощью спецслужб удалось устранить Иосифа Сергеевича Сталина. Что еще здесь является проблемой, когда мы говорим об этом периоде? Вроде бы маленький период, 1953, 1954, 1955, 1956 года всего лишь. Но, тем не менее, конечно, очень важный, очень интересный, переломный момент в нашей истории. Дело в том, что, конечно, нету доверия к определенному массиву источников. Историки раньше очень много и серьезно рассматривали воспоминания мемуара Хрущева. Но Никита Сергеевич Хрущев, как вы понимаете, лицо, конечно, заинтересованное. И многие вещи, красивое очень описание у него есть этой политической борьбы, он, конечно, подавал, исходя из собственных интересов. И, может быть, даже если специально что-то там и не придумывал, то, естественно, угол подачи был вполне своеобразный и понятный нам с вами. Кроме этого, ряд историков выдвигают сомнения в подлинности тех документов, которые остались. Вполне возможно, что они были исправлены, а может быть, даже и просто сфальсифицированы. Ведь речь идет о власти, о власти над гигантской страной, страной одной из двух супер-сверхдержав на тот момент в мире. Вполне возможно, ради этого подделать, переделать несколько документов, но, конечно, не тот вопрос. Что происходит дальше? Сталин умирает. На его похоронах, похороны Сталина, это целое событие. Страна рыдала. Вождя похоронили в мавзолее рядом с телом Ленина, тоже забальзамировали. До нескольких лет, соответственно, мавзолей был не мавзолей Ленина, а мавзолей Ленина Сталина. На похоронах возникла давка. Ну, вот либеральные историки любят говорить, что даже умирая, вождь забрал с собой в могилу людей. То есть, вот такой действительно очень символичный момент. В давке погибли действительно люди, желавшие проститься с Иосифом Иссарионовичем. Роль Сталина в истории очень трудно оценить. И, наверное, ребята, вам надо это сделать самостоятельно, потому что три у нас точки зрения. От точки зрения Сталина виноват во всем и все плохое, что есть, было и будет, наверное, в Советском Союзе во всем этом виноват. Товарищ Сталин. Вторая, другая, прямо противоположная культовая точка зрения. Сталин величайший ось, это величайший правитель нашей страны чуть ли не за всю ее историю. Ну, и лишь последние 10, может быть, 12 лет более или менее взвешенные какие-то оценки стали появляться в исторической и науке, и публицистике. Опять же, вам предстоит разбираться самим. После смерти Сталина начинается дележ власти. Конечно, после ухода такой фигуры заполнить вот этот вакуум, образовавшийся, достаточно тяжело. Можно выделить три, наверное, ключевых фигуры. Одна это Лаврентий Павлович Берия. Его портрет у меня за спиной, но в пенсне, знаменитом, я думаю, вы узнали этого человека на фотографии. Вторая фигура это Никита Сергеевич Хрущев. Его портрет также за спиной, чуть ниже. Никита Сергеевич, который в предыдущий период особо своих амбиций не показывал, оказывается во главе партии. Во главе, он первый, один из секретарей Центрального комитета. Ну, фактически партийный аппарат у него под контролем. Ну, и третья фигура это Маленков. Ну, и первоначально решено было между тремя ключевыми фигурами власть, ну, как бы разделить между собой. Помните, такая ситуация уже была после смерти Владимира Ильича Ленина. И тоже три основных силы участвовало тогда в борьбе. Ну, что происходит сейчас? Берия становится министром внутренних дел, министром государственной безопасности. То есть, он подчиняет себе, ну, как бы мы сейчас сказали, силовые структуры. Хрущев, как мы уже сказали, во главе партии. Маленков становится председателем Совета Министров СССР, то бишь, главой правительства. Берия, Маленков, ну, в предыдущий период, например, вместе боролись с группировкой Жданова. То есть, можно подозревать, что они в неких каких-то таких союзнических отношениях, но тем не менее. Нам не так интересно, что это за люди. Вот, ну, интересно с точки зрения чисто такой познавательный, да, но с точки зрения исторического развития важнее другое. Каждый из этих людей это некий символ. Хрущев, Никита Сергеевич, это символ тех перемен, которые случатся, в конце концов, в нашей стране. Человек, который много лет занимал высшие государственные посты. Человек очень противоречивый. Человек, с одной стороны, конечно, ну, дитя своей эпохи. С другой стороны, человек, который не побоялся резко изменить политическую, культурную и даже во многом идеологическую жизнь советского государства. Об этом подробнее мы будем говорить на следующих уроках. С другой стороны, Берия. Берия – это символ, с одной стороны, ну, каких-то таких изменений в экономике. Лаврентий Павлович предлагал активное развитие экономики на основе научно-технического прогресса. Тем более, что несколько лет он руководил атомным проектом и понимал, насколько же велика в современной экономике роль инновации, роль каких-то новых научных проектов. С другой стороны, Лаврентий Берия предлагал и поменять немножко политику внешнюю. В частности, это же его идея о единой Германии, а в 49-м году, в годы Холодной войны, ФРГ и ГДР возникли два социалистических государства, государства, в которых, ну, получилось разные режимы, разные строи. Берия предлагал отказаться от этого, он предлагал воссоздать единую Германию, нейтральную изменение таким образом. Но главное, именно Берия предлагал отстранить от власти партийных чиновников. Пускай они руководят культурой, идеологией, ну, чем-то там еще. Вот такие были мысли у Лаврентия Павловича, и он их высказывал. Для партийных чиновников это, как вы понимаете, было далеко не бальзамом на душу. Скорее, наоборот, эти слова показывали, что скоро власть может закончиться. Ну и, наконец, Маленков. Маленков, нам трудно сказать, какую программу он предлагал, но, видимо, ну, тоже, конечно, экономическое развитие, тоже, по большому счету, наука, техника. Маленков был противником резких каких-то изменений политических, идеологических. Скорее, нечто среднее, да, между позицией Берия и Хрущева. При том, что до конца не ясен вопрос о том, предлагал ли действительно Берия продолжать политику репрессии. Ряд историков считает, что да. Он, как и Сталин, считал, что страной нужно править методами силовыми, репрессивными. Другие считают, что это, в общем-то, уже клеветниками его, после его падения было ему приписано. Ну, тонкий момент. У Маленкова, пожалуй, была одна особенность. Он говорил о том, что необходимо повышать уровень благосостояния советских граждан. Ну, такая вот попытка опереться не только на экономические какие-то моменты, но и на социальные, на поддержку широких слоев населения. Другое дело, что, конечно, широкие слои населения помочь в борьбе за власть, наверное, в целом не могли. В 1953 году, летом 1953 года, начинаются какие-то изменения. Амнистия происходит, амнистия уголовных заключенных. Холодное лето 1953. Ну, помимо этого, начинаются разговоры пока, по крайней мере, об экономических реформах. Начинаются какие-то вздвиги в социальной сфере. Прекращено дело врачей. Начинается пересмотр ленинградского дела. То есть, в принципе, вот эта волна репрессий, она после смерти Сталина, ну, в частности, тоже ленинградское дело пересматривается, а дело врачей так просто остановлено, да? Вот эта волна репрессий, она, по крайней мере, приостановлена. Ну, и летом 1953 года происходит падение Берия. Ну, мы знаем это все из описаний Никиты Сергеевича Хрущева, как на одном из заседаний Берия стали обвинять в том, что он желает узурпировать власть. Присоединились к обвинениям фактически все члены Центрального комитета, и Маленков, и Молотов, и Микоян, и Хрущев. Ну, и когда Берия попытался вроде бы как-то там вызвать охрану, вместо охраны в кабинет врывается Жуков, которого к тому времени вернули уже в Москву, и таким образом с опорой на армию, а армия и органы госбезопасности не очень любили друг друга, всегда и противостояли друг другу, в стране фактически был переворот, не переворот, но силовое проведено отстранение Берия от власти. После этого его судили, приговорили к расстрелу, расстреляли, ну, официальная точка зрения, по неофициальной, в общем-то, никакого такого особого суда не было, а Берия был казнен буквально через несколько дней, и задним числом уже документы были подготовлены. Такая точка зрения тоже есть, хотя, конечно, слухов и каких-то неясностей в событиях 1953 года до сих пор остается очень и очень много. Так или иначе, Берия приговорен, Берия казнен. Власть из трех вот этих вот властителей остается два. Хрущев, которые вроде бы не пользуются таким авторитетом, и Маленков. Борьба между ними продолжится на протяжении всего следующего, 1954 года. В начале 1955 года Маленков на пленуме говорит о том, что он был неправ, что он не готов занимать такие высокие государственные посты. Он не справляется, и на его место встает Булганин. Это один из ближайших сподвижников Хрущева. Таким образом, можем мы сказать с вами, что в начале 1955 года вот эта партийная, внутрипартийная борьба завершается победой Никиты Сергеевича Хрущева. Причины победы Хрущева похожи на причины победы Сталина в свое время в 20-е годы. Никита Сергеевич действительно увидел ту силу, на которую можно опереться. Это чиновничий партийный аппарат. Аппарат, который, с одной стороны, не хотел отдавать власть, с другой стороны, боялся репрессий. Именно этот путь развития фактически Хрущев и предложил. То есть, репрессий не будет, от власти вас не уберут. Все будет примерно так же. Ну а в плане экономического, социального развития, естественно, и Берия, и Маленков, и Хрущев, да и все умные люди в стране понимали, что надо развиваться, что надо развивать науку, что надо повышать уровень благосостояния советских граждан. Ну и первые изменения начинаются, как я уже сказал, в 1953 году, но более заметны они в 1954-1955. Главное, помимо пересмотра Ленинградского дела, помимо ликвидации ряда других дел, это то, что был ликвидирован ГУЛАГ, система государственного управления лагерей. Начинается амнистия, амнистия на сей раз политических заключенных. Десятки тысяч человек освобождаются в 1954-1955 годах. Начинается потихонечку реабилитация, процесс реабилитации, то есть восстановление в правах тех, кого репрессировали невинно в 30-е, 40-е, начале 50-х годов. Этому процессу, процессу реабилитации, процессу амнистии, а самое главное, разбору тех проблем, политических проблем, незаконных репрессий, нарушений законности, которые были в 30-е годы, сопротивляются консерваторы в партии. Это Каганович, это Молотов, это Маленков. Несмотря на то, что Берия был устранен, большая достаточно сила, слой высших партийных чиновников категорически против серьезных, резких идеологических изменений. Идеологические изменения все-таки будут, они придутся на 1956-й год. Именно в 1956-м году состоится 20-й съезд партии, который закрепит в нашей истории тот процесс потепления в духовной, в идеологической, в политической сфере, который принято называть оттепелью. Но более подробно об оттепеле в политической, духовной, культурной жизни мы с вами поговорим на следующих уроках. Пока же подведем итоги. Борьба за власть 1953-1956 годов закончилась победой Никиты Сергеевича Хрущева. Именно этот человек стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Именно этот человек предложил свой вариант развития страны, который властными структурами и теми силами, которые реально могли повлиять на власть, был принят. В результате этой борьбы был казнен Берия и ряд его ближайших сподвижников и даже, кстати, и противников из органов безопасности. На какой-то период всевластие спецслужб в стране, ну или, возможно, всевластие спецслужб было ликвидировано. Именно в этот период начинаются реформы в экономической сфере, в социальной сфере. Именно здесь и сейчас, в 1954, 1955, 1956 годах, начинается строительство, массовое строительство. Начинается освоение целины. Начинаются реформы в управлении экономикой. Восстанавливаются отношения с Компартией Югославии. Те отношения, которые были в предыдущий период разорваны. Начинается тот период, который называется «Оттепель». Подробно «Оттепель» в экономической, политической, духовной сфере, ну и, конечно, в сфере внешней политики мы рассмотрим с вами на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok